здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодняшнее видео будет посвящено волнистым продолжение того вольера что где-то неделю назад мы ставили домики сегодня покажу как они кушают как они себя ведут в гнезда вон видите уже одна самочка заняла гнездо можно посмотреть есть там яйца нет сейчас я зайду к нему здравствуйте попуганчики вот смотрите вот роется роет норки янки роет собирается не стись я забыл вам показать что я сделал им опилки значит сантиметра 23 примерно глубина значит сегодня у нас раннее утро видео выйдет попозже наверно к обеду смонтирую вон тоже санночка заняла гнездо скобейка ну еще где-то неделю пропустим а потом будем делать обзор гнезд смотреть чтобы узнать когда будет первое яйцо и потом тогда уже ожидать чечка значит по поводу кормления сегодня утро кица ждет он бегает нервно ищет корм кормушка пустая все съели сейчас вам покажу чем кормлю что даю в период ожидания яйцекладки так можно назвать этот период ну и сейчас посмотрите и узнаете вот видите как им понравилась качеля катаются на качели все очень довольны видите как раз в два раз в два ну и вот так вот птица на веселье веселая птица она в хорошем настроении хорошее настроение птицы это 70 процентов успеха так что ребят рекомендую качельки делать веточки жоржечки вот значит зерновая смесь в этот лоточек я кладу видите вот изготавливая в таком ведре зерновая смесь состоит из того что было все замочил все стало мягким и волнистые прекрасно поедают тем более в период когда они получается собираются нестись этот период яйцекладки перед яйцекладкой очень полезно значит здесь зерно сейчас добавим морковки и добавим еще витамины группы b сейчас подробно все расскажу пойду за морковку и так вот перед нами морковка прям с грядки как говорится обратите внимание на морковки земля я бы рекомендовал вам мыть ее от земли просто вот недавно был у меня разговор с одним заводчиком он говорит я то что выкапываю в своем собственном огороде слегка гость стряхиваю эту земельку а также рублю и кормлю птиц ну я не любитель кормить овощами землей сейчас пойду помою итак вот я помыл морковку можно еще в идеале почистить ножиком но видите она принципе чистая получилась значит обратите внимание можно положить морковку допустим вот таким образом можно сделать такое кусочек досточки как допустим спичный коробок чуть больше забить гвоздь и надевать на этот гвоздь и ставить попугай будут кушать но почему я решил а я хочу порезать эту морковку сейчас я вам покажу как это делается для чего это сделал итак уважаемые зрители моего канала обратите внимание мы нарезали я нарезал морковки морковки можно не жалеть сыщи прям так побольше попугаясь едят лишнее останется чуть посохнет завтра доедать но если вы будете давать свеклу свеклу я бы вам рекомендовал много не давать потому что волнистый попугай может объедаться этой свеклой они меры не знают было у меня один раз положил я целую свеклу и один прекрасный волнистый объелся упал на бок где-то часа четыре он и кал и дрыгал ногой потом все переварил все нормально с ним стало и так друзья обратите внимание вот у нас резаная морковка и у нас влажное зерно вот обратите внимание пшеница видите почти начинает вот она начинает наклевываться то есть самое то что нужно теперь берем засекреченные препараты которые особо никто никому не говорит корно и дрожжи значит здесь у нас вот обратите внимание содержание протеины витамины группы b аминокислоты в общем вот это все необходимо вашим попугаем период размножения чтобы было все прекрасно и так сейчас попробуем продемонстрировать сыпем все это дело вот видно да все по-честному все без обмана как у волшебника сулема так можно еще немножко вот так сделать ножичком чтоб все это хорошенько значит друзья мои у кого одна пара и небольшая клетка то берем все это дело делим вот на такую пропорцию то есть там будет пару кусочков морковки немножко этих кормовых дрожжей ну и немножко зерна исходите из этого у меня там далеко не одна пара поэтому я им намешал тут побольше и еще обратите внимание учитывайте этот момент то что сейчас у нас похолодало у меня даже тут помещение где попугаи сидят градусника нет но я оделся в общем что хотел сказать вот эту мешку чтобы ваша птица съела примерно за два часа за три часа если будет оставаться это может все пропадать особенно летом в жару ну в жару старайтесь не давать эти вот кормовые дрожжи можно не давать и так отправляем сейчас в вольер посмотрим сейчас продемонстрирую увидите как птица будет кушать я постараюсь закрепить камеру прям рядом с кормушкой ну и посмотрим я думаю птица подойдет и будет есть а вы как раз все это понаблюдайте а я потом видео пересмотрю и посмотрю как это все елось смотрите смотрите какая у них уже паника 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 вот она милости просим видите как голод не тетка пожалуйста еще я вам посоветую любите своих питомцев кормить их с любовью ухаживайтесь с любовью заботитесь о них вот пожалуйста приятного аппетита все очень вкусно самый голодный наверное не решается бояться сейчас я на пол поставлю все это дело телефон упал сейчас все сделаем будет красиво и так блин неудобно я ухожу приятного аппетита и так и так и так и так и так Субтитры делал DimaTorzok Ну вот так вот происходят эти дела Всем привет на моем канале До скорой встречи Продолжение следует